Музыка Образование это самый главный фундамент, потому что мы вкладываем в наших детей то, что предопределяет их будущее на завтра и, соответственно, будущее нашего города, нашей республики, нашей страны. И мы очень ценим ваш труд, мы очень дорожим вами. Мы сильно продвинулись, спасибо нашему президенту, Устану Галевич лично уделяет этому огромное внимание. Правительство, программы, строим новые школы, поэтому все-таки я проходил разные этапы и мы с вами вместе проходили разные этапы. И вот учительство, вот это тот самый, тот самый не просто фундамент, а тот вот такой красивый сплав, металл, который даже в самых-самых сложных ситуациях для страны, когда не платилась зарплата, когда многое, когда, когда чего, вот вы оставались учителями с большой буквы, вы по-прежнему любили детей, вкладывали в них свое сердце, учили, обучали и по большому счету сохранили страну. Я всегда говорил, говорю, что вы наш фундамент, вы наши самые главные помощники, вы во всем самый настоящий. Я очень рад, что сегодня лучший из лучших в нашем зале. Аплодисменты. Второй момент. Конечно, я как директор могу с гордостью сказать, что у меня хорошая команда заместителей, и поэтому те функциональные обязанности, которые они выполняют, я в это не вмешиваюсь. То есть они меня этим не грузят. И это очень хорошо. И в этом плане я как директор свободна от некоторых административных таких вот тонкостей. Ну и третье, конечно, тоже очень важно. Не столько важно сейчас для меня лично этим заниматься, сколько было важно много лет назад, лет 10-12 назад создать систему. Потому что когда создать систему, это самое сложное. Потому что потом система работает на тебя. Какая система? Это система преемственности прежде всего. То есть вот здесь присутствует, например, Булат Курамшин, который выпускник нашей школы, который призер международной олимпиады, который поступил в Казанский университет. И он с огромным удовольствием занимается с детьми, тоже продолжает. Мы все это делаем совместно. Мы это делаем совместно с Эльфиру Стяновной, Булатом. И еще наши выпускники приходят. И Александр Качмаржик, и Котлеров, который поступил в Кембридж. Но как только он приезжает в Казань, он обязательно прибегает в школу и говорит, давайте я тут этих десятиклассников сейчас немножко потрясу. Поэтому это не только моя работа. Это работа совместная всех наших химиков лицея 131. Мы говорим о том, что мы сделали и благодаря чему мы достигли. Где расти всегда сложно. Что вы бы посоветовали нам, мне как мэру города, нашему президенту через меня? Что мы можем сделать для того, чтобы динамика продолжилась? Где наши резервы и где наши ресурсы еще? Я не знаю, правильно ли я рассуждаю или нет, но я считаю, что, во-первых, премирование и грантовая поддержка учителей это, конечно, очень большое дело. И спасибо вам за это. И со стороны Министерства образования сейчас гранты есть. И со стороны мэрии Казани. Но я считаю, что вкладывать нужно все-таки и в процесс. То есть не только в результат, но и в процесс. А вот в процесс у нас, к сожалению, вложения финансовые пока еще не очень. Что я имею в виду? Вот я собираю детей на кружок 10 человек. Я надеюсь, что все они будут успешны. Но это не всегда бывает хорошо. То есть я их готовлю, я даю им свои знания. Это я говорю от себя не в смысле, что я, а в смысле учитель, который вот этим занимается. И где-то там, может быть, в конце туннеля маячит призовое место на Всероссийской Олимпиаде и, соответственно, денежная премия. А если нет, куда делся этот труд, который мы вкладываем в этих детей? Пусть не все эти дети станут призерами в СЕРС, пусть никто из них не станет. Но это труд, который мы вкладываем в наших детей, который мы вкладываем в будущее нашей республики. Потому что если даже они не станут призерами в СЕРС, они будут успешными детьми в любом случае. И поэтому я считаю, что вложение в процесс, а это доп. образование прежде всего. Мы имеем достаточно хороший опыт, когда Казань, Татарстан меняют в целом то, что в федеральном законодательстве уже не соответствует жизни. Я хорошо помню это 400-е постановление, это был 98-й год. Безусловно, это деньги. Безусловно, это деньги. Но в любом случае я абсолютно понимаю, о чем говорит наш директор, в каком формате это реализовать. В любом случае я покажу и мы обсудим это с нашим министром, а потом в качестве предложения оформим президенту. Я вас прошу найти время, написать аналитическую записку с директорским корпусом. Там вот те, которые у нас есть, два десятка, которые генерируют нам и медалистов, и чемпионов в тех или иных олимпиадах. Давайте подумаем об этом. Первый вопрос очень простой, мне его задают абсолютно все, кто слышит о том, что я золотой медалист международной алимпиады и остался в Казани. Почему-то я остался в Казани, говорят мне сразу. Здесь все предельно ясно, здесь есть факторы внутренние, семейные и личные мои, есть факторы внешние, это факторы школы и университета. Факторы внутренние это то, что я люблю домашний уют, домашний покой, поэтому не люблю общежитие, поэтому не хотел никуда уезжать. Факторы внешние, это факторы университета и школы, это то, что и школа была готова и хотела очень, чтобы я остался в Казани и продолжал работать с олимпиадниками. Ну вот о лице Архея Брегвардана прежде всего, она уже об этом говорила. И с университетом, с химфаком КФО, о котором Илья Сурович Раисович уже сказал, у меня был налаженный контакт с конкретной лабораторией, которая меня опять-таки ждала, чтобы я пришел к ним на первом курсе заниматься научной работой. Еще один момент, который пришел мне в голову недавно, я слежу за тем, как живут олимпиадники в других регионах, в частности, есть у нас такой регион, город Москва, и за ним очень интересно следить. Ну вот, в частности, одно из мероприятий, через которое проходят победители олимпиад в Москве, это встреча с мэром города. Соответственно, Ису Раисович, раз уж я имею возможность обратиться лично к вам, я хочу сказать, что, наверное, было бы эффективно встречаться с олимпиадниками лично вам, чтобы они видели, что они нужны не просто университетам, что они нужны Казани, что Казань хочет, чтобы они остались здесь и продолжали обучение здесь. Это минимальные материальные затраты, но, возможно, большая эффективность. Но это, опять-таки, мое мнение. Нет, я поддерживаю, во-первых, Булат, во-вторых, со мной придут ректора. Обязательно. Да. Со мной все 10 ректоров придут, и мы пообщаемся. Я предлагаю именно вам, Сальфея Бегваровна, эту встречу подготовить, не просто ради встречи, ради встречи, в каком формате это должно быть, на какой площадке. Мы это сделаем как минимум регулярно ежегодным, как минимум. И замечательное предложение, оно, вы правильно говорите, ничего не стоит, кроме нашего времени, а результат, я думаю, не создавит себя ждать. И подготовьте, какие участники, какие школы в этом диалоге друг к другу мы услышим. Спасибо за предложение. Почетной грамотой Казани награждаются Зиганшин Ильсур Рустамович, учитель общества знания, лице интерната номер 2 Московского района города Казани, подготовивший 33 победителей призера заключительного этапа Всероссийской Олимпиады. Иванов Дмитрий Владимирович, педагог дополнительного образования Центра детского творчества «Танкодром» Советского района города Казани. Дмитрий Владимирович подготовил 13 победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской Олимпиады. Пенегулова Раиса Мухаммедовна, учитель информатики, гимназии номер 122 Московского района города Казани. Раиса Мухаммедовна подготовила 6 победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской Олимпиады.